Монумент в честь выдачи Коряженские ветераны-десантники готовятся к праздничной дате – 85-летию воздушно-десантных войск. Пожарно-режимной территорией в пожарной части 5-й исправительной колонии прошли плановые учения. Город должен преобразиться. Такое пожелание коряженцам в канун юбилея города высказали гости из Полоцка, Республики Беларусь. Эти и другие новости смотрите сегодня в программе в студии Елены Кузнецовой. Здравствуйте! 2 августа 1930 года 12 человек впервые совершили прыжок с самолетов. Этот день принято считать днем воздушно-десантных войск. И хотя момент празднования дня ВДВ еще не подошел, коряженские десантники уже сейчас планируют культурные мероприятия. И в канун праздника намерены открыть на набережной города памятный монумент в честь ВДВ. Памятный монумент в честь воздушно-десантных войск будет установлена на набережной города рядом с фонтаном. Монумент будет представлять собой металлическую конструкцию, рядом с которой будет стоять скамейка и уличные фонари. Мы решили монумент десантникам установить и приворочить его к 85-летию воздушно-десантных войск. О том, какой будет монумент, мне хотелось бы рассказывать. Хотелось бы, чтобы это было таким неким подарком и для жителей города, и для десантиков. То есть, в первую очередь, мы делаем не только для себя его, но и для окружающих, для наших детей, чтобы они понимали, что десантик – это не пустое слово, что это все-таки в первую очередь мужчина, достойный служению своей Родине. 2 августа, в день празднования ВДВ, коряженские ветераны воздушно-десантных войск планируют провести спортивную эстафету, игру в волейбол, викторины и показательные выступления. Положим здесь парашют, с тех, которые мы совершали прыжки, они у нас есть. Покажем ребятам, что вот она мощь этих воздушно-десантных войск, что значит быть под парашютом. Ну, потом у нас состоится торжественная часть, мы открываем монумент славы, поощрим ребят, которые достойны нести звание гордого, звание десантиков. К 80-летию воздушно-десантных войск были учреждены памятные медали. В том числе и наши коряженские десантники удостоены этих медалей, которые уже находятся у меня, и мы будем с уважением их вручать на день ВДВ. Константин Пивоваров просит откликнуться всех коряженцев, кто служил в воздушно-десантных войсках. Это необходимо для организации празднования дня ВДВ, а также для вручения памятных наград. В пятой исправительной колонии есть своя пожарная часть. Сегодня там прошли плановые учения по ликвидации чага возгорания на режимной территории. Затушением пожара наблюдала наша съемочная группа. Условный очаг возгорания находился на режимной территории, но за пределами колючей проволоки. Сигнал тревоги в пожарной части прозвучал ровно в 10 утра. Внимание, корово водное возгорание! У пожарных есть ровно 45 секунд, чтобы облачиться в боевую огнезащитную одежду, сесть в пожарный автомобиль и выехать из гаража. Небольшой импровизированный очаг возгорания удалось потушить за считанные секунды, а потому в нормативы пожарный наряд уложился. Хотя выезжать на настоящее возгорание сотрудникам пожарной части пятой исправительной колонии еще ни разу не приходилось. За все 30 лет существования учреждения здесь ни разу не возникало пожаров. В данном учреждении ведомство пожарной охраны организовано с 1986 года. За время несения службы данным учреждениям и ведомства пожарной охраны пожаров в колонии не было. Пожаров не было в связи с тем, что постоянно проводятся обходы территории, учреждения, прилегающие территории на предмет обнаружения требований пожарной безопасности. За что выпадают? Предписания выписываются и устраняются, включаются и сроки. В пожарной части работают 11 сотрудников, 4 смены по 2 человека. У большинства из них солидный стаж работы от 10 до 25 лет. На обеспечении находится один пожарный автомобиль, зато новенький. Урал 2011 года выпуска отличается повышенной маневренностью, проходимостью, модернизированной противопожарной оснащенностью. Основные плюсы автомобиля – проходимость, он полноприводный, большее количество воды по сравнению со старым автомобилем, ну и все новое. У нас основная работа не с машинами, а с осужденными, инструктажи, обходы, недостатки выявления. А так это уже, если случается что-то, выезжаем. На территории исправительного учреждения действует главный принцип – не допустить возникновения огня. Для этого здесь пожарные проводят не только регулярный осмотр территории и противопожарных систем, но и обучают осужденных правилам пожарной безопасности, эвакуации и, конечно же, первичным способом тушения огня. Трагическая новость пришла из Ярославской области, где в страшном ДТП погибло 4 человека, в том числе двое детей, одному из которых было всего полгода. В этой аварии пострадали котлашане. Они сейчас находятся в больнице. Как сообщает городской телеканал Ярославль, вечером 8 июля на трассе М8 Москва-Холмогоры произошло лобовое столкновение автомобиля Мазда и микроавтобуса Мерседес. За рулем Мазды была женщина. Она не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом. Удар был настолько силен, что микроавтобус вылетел в кювет, а от Мазды практически ничего не осталось. Двигатель пробил капот и оказался на дороге. В результате аварии погибла целая семья. Водитель Мазды – двое ее сыновей. Одному ребенку было 6 лет, другому всего полгода. А также еще одна родственница. В микроавтобусе Мерседес пострадали пассажиры, в числе которых двое котлашан. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Что стало причиной аварии, сейчас выясняют следователи. Уголовный розыск отдела полиции просит помощи в поиске двух пропавших без вести мужчин. Оба – жителей города Коряжма. Разыскивается 31-летний Гореликов Дмитрий Алексеевич. Он проживал в Коряжме на улице Набережной. 8 марта этого года он ушел вечером из дома. И с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Дмитрию на вид 35-40 лет. Рост около 170 сантиметров. Худощавого телосложения. Сутурица. Волосы темно-русые. Глаза голубые. Особые приметы. В полости рта отсутствуют все зубы. На спине в районе левой лопатки имеется татуировка в виде скорпиона. Злоупотребляет спиртным. Еще один пропавший без вести 43-летний Карачев Александр Николаевич. Он жил на Архангельской, 27. Ушел из дома 29 июня около 8 часов утра. И до сих пор не вернулся. На вид ему 40-45 лет. Рост около 168 сантиметров. Худощавого телосложения. Лицо смуглое. Волосы черные. Вьются. Носит усы. На носу имеется горбинка от перелома носа. Отсутствует передний верхний зуб. По сведениям сотрудников полиции, Александр Карачев ранее уже уходил из дома. Злоупотребляет спиртными напитками. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении этих двух людей, сообщите по телефону отдела полиции. Номера их указаны на экране вашего телевизора. Конфиденциальность гарантируется. Впереди небольшой рекламный блок, после которого продолжим наши новости. Сейчас в разгар лета фраза «время покупать шубу» звучит как-то странно. В такие жаркие дни даже читать о видах меха и ценах на зимнюю одежду психологически трудно. Поэтому покупка шубы откладывается на зимние холода. Когда мороз начинает щипать беззащитные коленки, осчитывать крупные суммы из наших кошельков. А на зимней одежде можно сэкономить именно сейчас. Настоящим путеводителем по миру качественного, но при этом доступного по цене меха станет выставка «Шубы на расхват». Каждый раз, открывая новый сезон, выставка «Шубы на расхват» старается радовать своих покупателей различными интересными спецпредложениями. Меховой сезон 2015-2016 не станет исключением. В честь его открытия объявляется глобальное снижение цен на шубы из разных видов меха и на дубленки. На некоторые изделия цена снижена даже на 50 и 70%. Это довольно хорошая компенсация за неудобства летних примерок шуб. Но как приятно такую выгодную покупку будет примерить, когда прибудут настоящие холода. Ведь лето пройдет, а шуба останется. Выставка «Шубы на расхват» будет работать 10 июля в Коряжме, МКЦ «Родина» с 10 до 19 часов. Переплачивать за мебель – диван диванов. Просто здесь дешевле. Хорошие новости для бюджетников. Скидки до 50%. Шуба от 16 тысяч рублей. Меховой салон «Зимняя сказка». Котлас, Кузнецова 5, Коряжма, торговый центр «Виконда». Купить пляжный зонтик, мороженое и шубу. Какая шуба, ведь лето. В том-то и дело, летом дешевле. Выставка «Шубы на расхват». 10 июля МКЦ «Родина» с 10 до 19 часов. Сочное настроение. Во всех универсамах и гипермаркетах «Магнит». Только с 8 по 14 июля. Персики. 1 килограмм 99 рублей. «Магнит». Всегда низкие цены. Продолжаем новостной выпуск. Сегодня мы представим вам гостя редакции Леонида Волкова. По традиции, в дни июля Леонид приезжает в Коряжму из Полоцка, Республики Беларусь. Цель поездки – навестить свою малую родину, а заодно рассказать о своих творческих успехах. В этом году в гостях в редакции он не один. Со своей музой Натальей Четвериковой, которая стала автором музыки многих песен на стихи Леонида Волкова. Леонид Волков почти 30 лет живет в Республике Беларусь. Родом он с правого берега Вычигда, из деревни Задовой. И в летние дни, что уже стало традицией, навещает русский север, где родные места и близкие по духу люди. При встрече в редакции Леонид держит своеобразный отчет, что вместил творческий год. Он вновь стал участником конкурсной программы второго международного литературного форума «Славянская лира» и написал песню к открытию этого фестиваля. Я опять же участвовал в трех номинациях. Драматургия, поэзия, значит, что там еще, малая проза. Кстати, во всех номинациях опять же дошел до полуфинала. Встречи были очень интересные. Это там Финляндия, Армения, Казахстан. Леонид Волков, зная, как много в корешме творческих людей, приглашает земляков на фестиваль в Полоск. Этот город стал неформальной культурной столицей Республики Беларусь. В честь победителя литературного форума «Славянская лира» учреждена премия имени Эфросини Полоской, которую считают просветительницей древнерусского государства. С ее именем связано много легенд и преданий. Она вообще перед смертью совершила паломническую поездку в Иерусалим и вообще отдала концы свои возле гроба Господня. Она вообще из истории, я тоже писал рассказ о Эфросинии, как-то историю читал. Ее, значит, похоронили или как там в нишу положили в Киево-Печорской лавре. Она там многие лета пролежала. Потом была где-то в 17-м году 20-го столетия перенесена в Витебск. Потом уже в 43-м году перенесли мощи святой Эфросинии в город Полоск. Это, кстати, была война, это была оккупация. Немцы как-то гуманно поступили, они этому не противились. Они выделили двух полицейских солдат для перенесения мощей. Полоск является самым древним городом Республики Беларусь. Он имеет богатую историю. Но гостей из Витебской области каждый год лечет Архангельский север. Для настоящего удивления встали белые ночи, но и, конечно же, поразили люди. Вот эта мощь природы, наверное, влияет у вас на характер людей, потому что характер такой, знаете, какая-то вот сила, мощь характера. Но вот мне больше женщины попадались, поэтому я говорю больше про женщин. Характер, мощь, открытость такая, прямота, как говорится, скажут все в лоб. Но, знаете, очень приятно было. Мне просто вот какая-то харизма такая у людей здесь, энергетика. И вообще, знаете, вот думаешь, какой огромнейший вообще потенциал. Ну, у русского народа вообще, вот у севера, да, какой большой потенциал. Наталья Четверикова – музыкант четвертом поколении. Она преподает в музыкальной школе, занимается с детской вокальной студией. Совместно с Леонидом Волковым пишет песни. Так итогом их совместной прошлогодней поездки на север стала песня о Коряжме, что можно считать прекрасным подарком городу к его 30-летию. Хотя вновь встретившись с Коряжмой, Наталья нашла особые слова пожеланий нашему городу. У нас каждый год президент проводит такой праздник, мероприятие, ну, типа сбор урожая, да. И к этим дожинкам, то есть, готовится все. Город начинает просто на глазах. Он может за пару месяцев превратиться просто в конфетку. То есть асфальт сразу, ну, это все, конечно, деньги, это средства. Да, клумбочки, появляются какие-то скверы, дома как-то преобразовываются. Вы знаете, я очень-очень желаю вам, чтобы у вас что-то произошло по типу вот какого-то такого праздника, который бы вдохновил людей на преображение города. Брюхай дымке июня, в свежем воздухе с севера. Легкий ветер чуть туне, и запахнет вдруг клевером. Чайки белые веером над тобой пролетают. И дожди в теплым вечером, пав на землю, растают. В ожидании встречи, долгожданной с тобой. Будет день или вечер, может, ночь под луной. Ты, коряжма, дождь с севером, я воспитанник твой. Воздух пахнет здесь клевером, и зеленой лист твой. Далее о погоде на 10 июля. Партнер «Метеопрогнозы» магазин «Диван-диванов». Устали переплачивать за небе? «Диван-диванов» просто здесь дешевле. В пятницу синоптики обещают пасмурную дождливую погоду. Температура воздуха днем плюс 14 градусов ночью, плюс 12. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Сделайте выбор в магазине «Диван-диванов». Разнообразие цветовых и стилевых решений. Магазины в Коряжме на Депцина 6 и Ломоносова 10. Это все новости на сегодня. С вами прощаюсь. Увидимся с вами в пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова